Всем доброго времени суток! В этом видео я покажу, как я сделал инструмент для выправки вмятин из старого динамика. Сначала необходимо демонтировать с него всё лишнее, чтобы осталась одна корзина с приклёпанной к ней шайбой. Она и послужит основой будущего инструмента. Для начала отпиливаем полоску металла. И перевариваем её перпендикулярно шайбе. Теперь нам потребуется ручка. Для этого я использовал кусок арматуры. По длине он был длиннее, чем нужно с запасом, так как я ещё не знал, какой длины будет ручка. Далее отрезаем две полоски металла, которые будут использованы в качестве курка. И отрезаем ручку по длине курка. Делаем прорезь в каждой полоске. И просверливаем отверстие в стойке. Чтобы курок не цеплялся за ручку во время нажатия, я её подпилил. Привариваем к краю пластины ограничитель. Чтобы курок фиксировался на соединении. Для штока использовал никелированную металлическую трубку. Можно использовать любую, которая подходит под диаметр отверстия корзины. Просверливаем отверстие в штоке и курке. Теперь привариваем шайбу к штоку. Далее делаем прорезь в приваренной шайбе и штуке. Сам инструмент готов. Но ещё потребуется грибок. Можно купить пластмассовый, стоит он недорого. Но я сделаю свой. Для изготовления грибка я взял металлический прут диаметром 20 мм. Сделал в нём выточку болгарка, а затем отпилил. В качестве основания грибка я использовал пластиковую крышку. Вклеил клеевым пистолетом выточенные отрезы прута в крышку. Для лучшего сцепления с поверхностью детали нанёс риску на основание грибка обролоном. Также я отрезал от корзины крепление и очистил поверхность от старого клея. Ещё нужно было приклеить резиновую прокладку, которая бы служила подложкой. Она кстати была уже приклеена к этому динамику с завода. Но я так хотел быстрее испытать инструмент, что и забыл про неё. Инструмент готов к работе. Пришло время испытаний. Испытаем его на вмятине глубиной около 6 мм. Сначала немного прогреваем металл. По технологии ПДР необходимо сначала утопить ребра вмятины. Но для правильного осаживания металла нужна специальная лампа, знание технологии, набитая рука. А мы рассматриваем случай, при котором любой автолюбитель справится с этой вмятиной. Обезжириваем поверхность вмятины и грибок. Наносим клей пистолетом и ставим грибок в самую глубокую часть вмятины. Ждём высыхания клея около 30 секунд. Теперь в дело вступает наш инструмент. Зацепляем грибок и нажимаем на курок. Вмятина практически полностью выпрямилась от небольшого воздействия. К таким вмятинам не надо прилагать особого усилия. Для снятия клея с поверхности необходимо использовать спирт. Но я не нашёл его в аптеках и магазинах, поэтому воспользовался водкой. Продолжение следует... Осталась вторая небольшая мятинка сверху, которую можно будет выпрямить с помощью нашего инструмента, но это будет не зрелищно Поэтому я сделал еще одну вмятину На этот раз ее глубина составляет уже 10 мм Для лучшей склейки решил ошлифовать основание грибка 180 наждачной бумагой Приступаем к выправке вмятин по тому же сценарию Инструмент отлично справляется с вытягиванием вмятины Слабым звеном оказался грибок, так как во время склейки я не прогрел металлическую часть феном Вмятина стала значительно меньше Теперь повторяем те же действия на оставшейся вмятине ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, вмятины практически не осталось Ее будет немного видно только под определенным углом Для доведения до идеала используют крючки и пробойники Но для вытягивания 90% вмятины используется подобная клеевая система Если вам понравилась идея, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Спасибо за внимание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА